Всем привет, друзья! Ну что, вот и закончился бой Конора и Хабиба, все его так давно ждали, просто все болели за своего героя, кто-то за Хабиба, кто-то за Конора, но я также уже снимал видео про это и говорил, что я болею за Конора, но был уверен процентов на 70-80, что выиграет Хабиб. Так и произошло. Я болел, блин, за Конора так, что у меня сердце просто выпрыгивало, и у меня пульс там под 200, наверное, был. Я думал, сейчас все, блин, сердце остановится, когда его мутузят. То же самое было, когда он дрался с Майвезером. Блин, у меня просто дыхание останавливалось, я такой, блин, давай, давай, Конор! Но я все равно осознавал и с Майвезером, и с Хабибом, что они победят в этом бою, потому что, ну, преимущество явно было за ними. Кто не смотрел этот бой, немножко расскажу. Значит, первый, второй и четвертый раунд... Первый, второй и четвертый раунд был полностью за Хабибом. Конор, естественно, там не мог ничего сделать, потому что Хабиб его сжал к сетке. Хабиб лежал в партере, просто убивал Конора, давил полностью, и Конор просто лежал, как селедка какая-то в банке. И ничего вообще не мог провести, востоять, ничего не мог сделать. Но, с другой стороны, судьи присудили третий раунд Конору. Хотя, я не знаю, почему. Лично, по моему мнению, Хабиб и Конор, они практически одинаковые были даже в ударке. То есть, говорят, что Хабиб, он там суперкрутой в ударке, да, у него техника изумительная. Но мне показалось, что у Хабиба тоже техника довольно-таки хорошая, и он даже чуть не отправил, вроде, во втором раунде Конора в нокаут одним ударом. Что меня вообще разочаровало, что в четвертом раунде Хабиб уделал Конора удушающим приемом. То есть, да, очень быстро, и Конор даже не пытался там сопротивляться. Он, наверное, секунды три побыл в удушающем приеме. И он даже, смотрите, там вот не вот так было, то есть, не за шею, а у Конора примерно вот так. То есть, даже как-то в бороду там, да, упиралась рука Хабиба. И мне кажется, он бы мог немножко, ну, как-то посопротивляться, что ли, выбраться как-нибудь там и извиваться, немножко поднять Хабиба и так далее. Но Конор сдался, хотя понтовался, понтовался, что он может уделать, его спокойно уделает, размажет его лицо и так далее. Но почему-то не размазал и сдался после третьей секунды удушающего приема. Но что же произошло после боя? После боя было не все так гладко. Зачем-то Хабиб выпрыгнул из октагона, побежал драться с тренерами Конора. И зачем он это сделал? Потому что у него была уже победа в руках, ему должны были присвоить пояс чемпиона, дать титул чемпиона, просто неоспоримого чемпиона. Но зачем он выпрыгнул? Побежал драться. Я понимаю, что там он говорит честь, достоинство и так далее, но этого того и не стоило, это 100%. Когда Хабиб выпрыгнул из октагона, то запрыгнули в октагон, наоборот, люди Хабиба и начали мутузить Конора. Естественно, за это арестовали их, но так как Конор сказал, что типа отпустите их, их отпустили, потому что так как его избили, да, ну немножко там задели, наверное, пару ударов ему по голове попали люди Хабиба. Ну, Конор все равно простил их типа и отпустил, и их не стали арестовывать. Естественно, Дана Вайт не вручил пояс Хабибу, но как Хабиб написал в своем инстаграме, что ему все-таки присвоили пояс, но на том месте ему не дали, потому что Дана Вайт сказал в интервью, что типа, если бы ему дали, то его бы там закидали всяким говном. Я не позволил ему получить пояс, потому что знал, что весь зал закидает его за это. Я решил просто убрать Хабиба оттуда. Ну, зрители, да, но все равно, когда Хабиба выводили уже из помещения, из здания, то его все равно закидали зрители каким-то мусором там непонятным, и все равно это произошло в любом случае. Что я вообще могу сказать? Конор это такой человек, который создает вокруг себя хайп, это шоумен больше, он в последнее время стал шоуменом и не бойцом, да, он создает вокруг себя хайп, он умеет преподать себя, он офигенно разговаривает, да, унижает там кого-то. Это люди любят, на это люди любят смотреть. Но Хабиб это, естественно, боец, которым я был 100%, ну, не 100%, на 80-70% уверен, что он победит, потому что он реально усердно тренируется, он просто неоспорим в партере, он отлично владеет борьбой и так далее. То есть это человек, у которого есть все шансы выиграть. Но Конор это человек, который обладает якобы крутой ударкой, но особой ударки я не увидел никакой. То есть там, ну, вот эти щелчки, которые немножко поступали, да, Хабибу, ну, это фигня, это, то есть не считается. То же самое, что и Хабиб там толкался немножко у сетки, это бред. То есть получается что? Что Хабиб, естественно, гораздо круче Конора. Почему? Потому что он не давал ему вообще выбраться, и он просто уделал его в хламину. Ну, а теперь неизвестно, что будет вообще с этими ребятами, может заберут у них пояса. Да, но Айт сказал, что вообще им могут дать штрафы и не выплатить гонорар. Прикаритесь, то есть могут не выплатить гонорар ни одному, ни другому, и еще дать штрафы большие. Комиссия пока не выплачивает гонорар. Мы пересматриваем запись вместе с комиссией. Все серьезно. Не знаю, что будет, давайте следить за событиями. А так, всем спасибо. Напишите в комментариях, понравилось ли вам видео и за кого вы болели. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok